Добрый день, уважаемые друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре Директ Академии. На всякий случай спрашиваю у вас, как хорошо меня видно и слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если все нормально. Прекрасно, спасибо. Спасибо. Сегодня тема моего вебинара... Во-первых, сегодня вебинар вести буду я. И сегодня тема нашего вебинара – это третья часть коротенькой трилогии, которая называется «Пупури бесплатных инструментов для разработки учебного контента». И сегодня мы с вами познакомимся с интерактивными элементами контента. Точнее, с теми инструментами, при помощи которых их можно создавать. Но прежде чем приступить к собственному вебинару, как всегда, я хотел бы сделать несколько объявлений, связанных с функционированием Директ Академии. Напоминаю, что Директ Академия – это вебинар каждый день. Ну, а в самом начале нашего чата вы видите четыре полезные ссылки. Первая из ссылок ведет на наш сайт, на его главную страницу, на страницу расписания. И в расписании вы можете зарегистрироваться на любой вебинар вплоть до конца нашего учебного года, до конца июня 2019 года. Да, 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютьюбе, и на нем будет вскоре помещена запись этого вебинара. Я видел в вопросах, вопрос Юрия Васильевича, который спрашивал, есть ли запись второй части Папури на Ютьюбе. Сегодня появится и вторая, и третья часть одновременно появится сегодня, ну, скажем так, достаточно поздно уже вечером, потому что надо еще дождаться записи второго вебинара, который сегодня состоится, подождать, пока они конвертируются, и после этого мы их туда запишем. Вот, а вам я предлагаю, соответственно, на наш видеоканал подписаться. Третья ссылка ведет на страницу курсов Директ Академии. Кстати, сегодня на этой странице произошло обновление, появился восьмой курс, который вы там можете найти от одного из наших ведущих, который проводил вебинар в сентябре у нас. Вот, так что, если вас интересует онлайн обучение, то вам прямая дорога на эту страницу, посмотреть, что мы предлагаем. Ну, и, наконец, последняя ссылка, это ссылка, по которой в конце нашего вебинара вы сможете приобрести сертификаты об участии в данном мероприятии. Ну, и вообще о всех мероприятиях, которые вы посетили с начала сентября. Несколько анонсов будущих мероприятий. Сейчас я в чате, теперь уже не в начале, а в конце общего чата. Три следующих мероприятия. Один из вебинаров состоится уже сегодня, через три часа, в 15.00. Это перенесенный вебинар Марины Орешко. Если кто-то хотел в нем участвовать, напоминаю, что в прошлую среду Марина, к сожалению, заболела, не смогла принять участие в вебинаре. Ну, вот, а сегодня он состоится и состоится в 15.00, как и было намечено. Интересные онлайн-сервисы для цифрового сторителлинга. Завтра, 25.00, ровно через сутки состоится мой вебинар, который в некотором смысле продолжает нашу серию попури бесплатных инструментов. И называется он «Сам себе билд-редактор. Как преподавателю правильно подбирать иллюстрации и медиафайлы». Впервые я провожу этот вебинар, хотя по частям он иногда у меня был в других местах. Вот я впервые хочу собрать в одном месте всю информацию о том, как же лучше поступать преподавателю, чтобы подобрать наиболее эффективные материалы и наиболее эффективным образом это сделать. Ну и, наконец, 26.00, в пятницу, послезавтра, состоится вебинар нашей постоянной ведущей Татьяны Телегиной «ВКР. Оружие успешного дипломника». Ну вот и все. С вводными словами, наконец, я могу приступить к основному нашему вебинару. Сегодня мы продолжим наш рассказ о бесплатных инструментах для разработки учебного контента и приступим к интерактивным элементам. Частично, конечно, об интерактивных элементах мы говорили в части первой. Там, где говорили о разных видах медиа, в частности, о картинках и так далее. Так, мельком мы прошлись по интерактивности. Также говорили на части второй, когда я вам рассказывал об инструментах для интерактивного видео. Ну, а здесь будут такие, я бы сказал, сугубо интерактивные элементы. Ну, хотя, не надо, наверное, им давать дополнительное определение. Они очень многолеки. Смысл только в том, что это не статический элемент, а элемент, который отвечает на ваше воздействие. То есть, каким-либо образом. Что-то перемещается геометрически, происходит перерисовка основного фона, либо появляется новая информация в ответ на какие-то воздействия мышью или клавиатурой, или что-то другое. Вот, все это является интерактивным элементом. Мы здесь будем отличать интерактивность вашей большой формы, например, курса в целом, от интерактивности его элементов. Речь сегодня пойдет в основном об интерактивности элементов, потому что интерактивность курса в целом – это немножко другой вопрос. Обеспечивается она, как правило, той платформой, на которой этот курс расположен. Ну, или некоторыми собственными программными решениями, которые вы в этот курс закладываете. Что касается интерактивных элементов контента, они отрабатывают некоторые частные задачи, которые внутри вашего учебного контента встречаются. Сегодня я вам расскажу примерно о дюжине различных инструментов. И, вы знаете, это одна из моих любимых тем – интерактивные элементы. Это у меня в январе-феврале, как правило, в феврале больше, в феврале-марте, как каждого года проходит целый курс, который я посвящаю именно интерактивностям в учебном контенте. Ну, а здесь у нас есть время, чтобы буквально пробежаться по всем этим элементам и показать, что они из себя представляют. Вы знаете, даже в течение своего большого курса я считаю, что моей задачей является не столько объяснить, как пользоваться этими инструментами, сколько убедить вас в том, зажечь вас этими инструментами, чтобы вы захотели ими пользоваться. Потому что как – это уже следующая задача. С ней справиться просто, если есть желание. И вот здесь я постараюсь, конечно, в основном ответить на вопрос «Зачем?». Ну, и, собственно, назвать и что-то показать тоже. Ну, сейчас мы с вами пойдем по нашей теме. Сейчас, вы знаете, я параллельно включу свою презентацию у себя на компьютере, чтобы иметь возможность какие-то ссылки вам время от времени давать. Не все ссылки я буду давать вам в чат. Вы можете скачать сейчас. И, кстати, я вам рекомендую скачать мою презентацию. В ней будет достаточно много ссылок на примеры в основном. Что касается самих инструментов, это достаточно известные инструменты. Они легко гуглятся просто по названию. Поэтому где-то ссылки на них приведены, где-то нет. Ну, что ж, поедем. Самый любимый мой инструмент, который я наиболее часто использую во всех применениях, это ось времени. Вот внизу есть ссылка на мой любимый инструмент для производства осей времени, который называется Timeline.js. Я о нем периодически рассказываю на отдельных вебинарах. Кто ходит ко мне часто, может быть, на этом вебинаре были. Но здесь вкратце все-таки скажу. Так вот, для Timeline есть огромное количество инструментов. Я вам предлагаю пользоваться одним-единственным. Ну, просто потому что жизнь не настолько длинна, чтобы попробовать все инструменты подобные. Этот инструмент, несмотря на то, что он вот так вот удовлетворяет, может быть, не все потребности, но тем не менее он наиболее хорош. Он абсолютно бесплатен. Для того, чтобы пользоваться им, не надо регистрироваться. То есть даже не надо регистрироваться. Просто приходите на главную страницу и прямо с главной страницы в четыре шага решаете все свои проблемы. Вот, да. Я совсем забыл сказать, что, кажется, все инструменты, вот сейчас не помню, надо будет вспомнить. Если нет, я специально скажу. Все инструменты, которые я сегодня предлагаю, это интернет-сервисы. То есть это не приложение, которое надо скачивать на свой компьютер, а просто нечто, адрес которого вы набираете в браузере, и в браузере же получаете свой результат. Вот. Так вот, Timeline. Это изобретение очень интересное. Я имею в виду вообще всю концепцию компьютера. концепцию таймлайна. И я очень рекомендую вам этой концепцией пользоваться, потому что я вас уверяю, что в том предмете, который вы преподаете, или который вас интересует, обязательно есть некая часть, которая поддается воспроизводству в виде оси времени. Ну, во-первых, у каждой науки есть своя история, и эту историю забывать не надо. Ее, как правило, удобно подать, даже в курсе самой этой науки. Во-вторых, преподавание какого-то предмета в контексте, в историческом контексте всегда показывает и то, как именно человечество добиралось до тех истин, которые сейчас мы употребляем все вместе, не всегда понимая, какая часть из них была изобретена еще древними людьми, например, древними греками, какая в средние века, какая в новое время, и так далее. Вот понимание того, как же истина образовывалась, вот это и есть смысл употребления таймлайна. Ну, я уже не говорю об исторических науках, где это вообще само собой разумеется. Плюс некие современные применения, такие, например, как расписание. Вот если вы пользуетесь расписаниями наших вебинаров, вы могли видеть, что как раз это расписание сделано именно в таймлайне и именно в этом инструменте. В общем, приложений огромное количество у таймлайна, и преимущества у него замечательные, потому что сама визуальная форма, в которой таймлайн позволяет передать временной контекст, она очень привлекательна, гораздо лучше, чем просто какой-то текст, либо даже хронология, записанная отдельными строками в учебнике. Вот, ну, пример, который я всегда всем даю, это, конечно, не единственный пример. Это вот к одному из наших проектов артотеки мы сделали такой таймлайн по автопортретам Зинаиды Серебряковой. Я его неоднократно здесь сдавал, но давайте дам для тех, кто еще ни разу его не видел, ссылку на него. Это вот как раз те ссылки, которые имеет смысл посмотреть прямо сейчас, по ходу... Так, почему-то ссылка не копируется. Одну минутку. Так, вот она эта ссылочка. Сейчас. Вот эту ссылку вы можете посмотреть. Это как раз то, что можно посмотреть сразу. Вот. Кроме того, вот этот инструмент, который я вам предлагаю, таймлайн.js, он хорошо разработан, есть масса материалов по нему, и если вы перейдете в нашу... А вот сейчас я вам прямо сейчас дам... В наш... На наш видеоканал. Сейчас дам ссылку на конкретный плейлист. В плейлист, который называется... Одну минуту. Практикум автора учебного контента. Добрый день. Сейчас. Сейчас, сейчас. То там вы... Те из вас, кто хочет подробнее узнать, как этим пользоваться, вот в этом плейлисте есть несколько занятий, посвященных освоению этого инструмента. Можете посмотреть их и использовать для себя. Да, я хотел бы также отметить, что преимущество инструмента таймлайн.js является то, что на входе он имеет не интерфейс, которым надо кропотливо, шаг за шагом, вставлять разные события на оси времени, а таблицу, Google таблицу, которую надо заполнить. Поэтому, если у вас много событий, то это гораздо удобнее. Один раз освоив заполнение такой таблицы по полям, вы можете потом достаточно быстро делать такие оси времени. Ну, с точки времени хватит. Я это очень люблю, но, тем не менее, есть и другие продукты. Второй любимый мой инструмент это StoryMap.js от той же самой группы. Это не компания, это группа, которая называется KnitLab. Это академическая группа в составе Северо-Западного университета США. Они поддерживают ряд продуктов вот таких для интерактивного контента. Эти продукты абсолютно бесплатны. И вот первый из них, который меня только что завершил разговор, не требует даже регистрации. Ну, а StoryMap.js, она не требует регистрации, но хочет, чтобы вы были зарегистрированы в Гугле, то есть имели бы Гугл-аккаунт, и привязывает ваши проекты к Гугл-аккаунту. Кроме того, ей Гугл-аккаунт нужен для некоторых других вещей, в частности, для хранения иллюстраций некоторых, если вы их загружаете. Ну, не суть. Что умеет StoryMap? Если Timeline.js, предыдущий продукт, он воспроизводит контекст временной, что очень важно, то StoryMap.js поддерживает контекст геометрический. В двух смыслах это делается. Что значит геометрический? Первый передается словом Map, карта, прямым его значением, то есть вы можете на географической карте выделять какие-то точки и проводить, ну, в простейшем случае, рассказ о своем путешествии из точки А в точку Б со всеми промежуточными точками. В каждой промежуточной точке вы отмечаете эту промежуточную точку и в ней ставите какой-то комментарий в виде дополнительного контента. Этим дополнительным контентом может быть название этой точки, текстовый комментарий к этой точке, видео, звук, картинка, ну и многие другие варианты вставки контента там есть. Это первый вариант использования StoryMap. Второй, который я даже больше люблю, это использование той же самой технологии к описанию больших изображений, изображений большой четкости. Кстати, вот, по-моему, уже на следующей неделе, да, во вторник на следующей неделе состоится мой вебинар, который будет посвящен изображениям высокой четкости или, как по-другому их называют, гигапиксельным картинкам. Вот StoryMap.js, он снимает проблему, которая есть в работе с гигапиксельными картинками, а проблема заключается в том, что эту картинку невозможно разглядывать так же, как мы разглядываем обычную иллюстрацию. На ней так много нюансов, которые надо разглядеть, что мы теряемся и просто... Ну, точно так же, как на карте, да? Если вы просто смотрите на карту мира и не знаете, что на ней вас интересует, вы ничего не найдете, потому что на карте столько мелких поселочков, речушек, горы и так далее, что просто так вы ничего там не найдете. Вы должны знать, куда идти, и у вас должен быть там проводник. Вот. Точно так же по гигапиксельному изображению нужен проводник, который говорит, что вот рассмотрим вот этот нюансик, там потом перейдем вот сюда, здесь рассмотрим эту деталь, а эта деталь там про то-то и так далее. Вот StoryMap.js решает и эту задачу, и те из вас, кто ходит на наши вебинары, тоже вот этот кадр хорошо знают. Я могу вам еще раз дать эту ссылку, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сейчас я вам эту ссылку дам. А давайте я вам дам не эту ссылку, а ссылку для разнообразия, а ссылку на другую картину, на Карла Брюллова, последний день Помпеи, с пояснениями. Вот как это все выглядит. Те ссылки, которые я вам даю в чате, можно смотреть прямо по ходу вебинара. Они поясняющие, они не требуют сильного отвлечения от темы. Все остальные, конечно, например, знакомство с самими сервисами, лучше оставить на послевебинарное время. Вот этот сервис, StoryMap.js, позволяет рассматривать отдельные сцены больших иллюстраций. Это происходит справа. Сейчас, одну минутку, давайте я начну рисовать. Вот справа мы рассматриваем какие-то детали картины. В данном случае это Александр Иванов, Иванов, явление Христа народу. А слева, прошу прощения, да, слева мы рассматриваем картину в увеличении, а справа рассматриваем какую-то контекстную информацию. В данном случае это эскиз к картине, которых Иванов наделал почти 400. какое-то пояснение, в данном случае достаточно краткое, может быть подробное. Ну вот, и так, каждой детали можно сделать свое, достаточно пространное объяснение, если необходимо, дать контекстную информацию и так далее. Это очень удобный способ рассказа о большой гигаписельной картинке, которых сейчас в сети появляется с каждым годом лавинообразно все больше и больше. Другой вариант это БОСХ, явление Христа, сад земных наслаждений, панель АД. Ну, про интерактивные путешествия у меня отдельный вебинар обычно бывает в конце года учебного, кому интересно, мы с вами об этом поговорим. Следующий инструмент, который называется тайммэпер, он объединяет в себе в некотором смысле первый и второй инструменты, несмотря на то, что он сделан другой группой людей, который называется Open Knowledge Labs, но явно использует открытый код, между прочим, предыдущих двух сервисов. Он совмещает в себе одновременно ось времени и карту. Ну, идея понятна. Если у вас действительно происходит какое-то путешествие, то понятно, что вы движетесь из точки А в точку Б не только по пространству, но и во времени. То есть, сегодня вы были в городе А, завтра в городе Б и послезавтра в городе С. Чтобы одновременно показать, интерактивно показать и время, и карту, вот такой вот есть сервис. Правда, на мой взгляд, он, конечно, объединяет достоинства первых двух, но он становится несколько более громоздким, потому что оставляет меньше... на каждое из этих элементов остается меньшее место и они начинают теснить друг к другу. Но, тем не менее, сервис очень интересный. Да, вот здесь вот помечены цифры 1, основное поле, где мы рассказываем о событии или о месте. 2, это, собственно, ось времени, она точно такая же, как в таймлайне. И 3, это карта, вот она здесь. Все это перемещается одновременно. То есть, если вы здесь нажимаете на слайдер, то происходит перемещение текущей позиции оси времени и одновременно перемещение между двумя точками, например, вот здесь. Можно, наоборот, вместо слайдера нажимать события на оси времени либо события непосредственно на карте и перемещаться. Вот, каждая из этих областей является интерактивным. Очень интересный сервис. Правда, лично я предпочитаю пользоваться сервисами предыдущими. Они более более такие логичные, что ли. несколько раз пробовал и этим сервисом пользоваться. Получается достаточно интересно. Тут, понимаете, есть еще такой момент, что предварительная работа с сервисом становится более напряженной, потому что вам надо знать о каждом событии и его координаты, и его время. это уже гораздо сложнее, то есть вам надо просто знать больше информации о том, чтобы все нормально пометить. Ну и логично после этого сервиса коснуться вопроса геоинформационных сервисов. У нас по этой проблеме тоже обычно бывает отдельный вебинар в самом-самом конце нашего сезона. В этом году я тоже планирую его провести. Геоинформационные сервисы это уже почти что предыдущий вариант вот с картой, но по-серьезному. Когда мы имеем базу данных или хотя бы таблицу с объектами, про эти объекты мы знаем их координаты и какие-то параметры лучше, если это параметры численные. Ну вот в примере обычно приводится в примере одного из сервисов пару десятков небоскребов, где они находятся, в каких городах и их высота. Вот пример такого геосервиса, который можно использовать. Разумеется, мы можем не только пометить эти небоскребы на карте, но каким-то образом указать их высоту либо размером меток, либо при наведении на них курсора мыши будет воспроизводиться какая-то информация и так далее. Вот всегда, когда у вас есть некий набор точек, это может быть достаточно большой набор точек, сто или тысяча и так далее. и к этому набору точек на карте есть какие-то характеристики текстовые или цифровые, всегда можно использовать геоинформационные сервисы. Самый простой из этих сервисов, один из самых простых, это сервис, который называется GeoCode by AwesomeTable. Это дополнение к браузеру Google. Вот очень интересно этот сервис сделан. Он не является отдельным сервисом, который вы можете посетить по адресу, по URL. Вы просто ставите некое дополнение к своему браузеру и после этого у вас появляется возможность настраивать сервисы. Настройка этих сервисов вот пример. Давайте я вам приведу. я обещал вам именно примеры показывать. Сам сервис вы легко найдете поиском в Google магазине, а вот примеры вы не найдете. Поэтому примеры я вам покажу. Так вот и копируем. Вот пример. Простенький очень пример такой карты такого геосервиса как раз про если не изменяет память сейчас я посмотрю сам как раз про эти небоскребы. нет прошу прощения это где скачать этот сервис так а где же у меня ну карту потом покажу ладно карта выглядит примерно вот так вот то то ваш то ради чего вы это все делаете ну здесь вот мало точек точек может быть конечно гораздо больше как я говорил уже тысячи и много разных вкусностей в виде интерактива вот здесь ряд фильтров которые позволяют вам отфильтровать эти точки по любому параметру по названию по высоте небоскреба по стране там и так далее здесь полная таблица этих небоскребов таблица тоже является интерактивной в ней можно там отсортировать их по разным параметрам просто посмотреть и так далее и вот тут на карте тоже при наведении мышью и по клике мыши будет происходить разные события кроме того если два две точки находятся рядом то происходит вот такое схлопывание в несколько в несколько точек вот синий кружочек появляется при клике мыши по нему карта приближается с тем чтобы можно было разглядеть эти точки по отдельности ну вот примерно такой сервис ну и более насыщенный такой продвинутый сервис который называется карта он не вполне бесплатный точнее у него есть бесплатный план но он не вполне он функциональный полностью да но он гораздо меньше чем те возможности которые вы получаете заплату он немножко запутанный поэтому на его освоение уйдет больше времени вот но тем не менее я его вам рекомендую если это задача ваша он ну такой продвинутый в нем много что можно сделать вот ну и вот такая вот карта давайте вот здесь вот это уже точный результат сейчас я вам покажу такая вот карта получается это один из видов разумеется тут возможно очень много разных вариантов вот пример такой карты сейчас я посмотрю что это у меня за пример это а это те же самые небоскребы и карты вот сразу увеличите эту карту масштаб ее для того чтобы разглядеть отдельные точки вот вы видите что вот она вот так вот работает тут много разных фильтров тоже и величина и цвет точки зависит от некоторых параметров вот что важно то есть вы можете иметь несколько параметров и эти параметры будут сразу видны на карте до того как вы навели на нее мышь вот хороший сервис тоже вам очень советую с геосервисами все пошли дальше один один из самых простых сервисов но тем не менее тот который я очень люблю называется poplet.com и он позволяет создавать карты знаний карты знаний это ну так по большому счету это графы с математической точки зрения графы связанных вершин в данном случае в вершинах могут располагаться располагаться некий контент небольшие тексты картинки видео отрывки карты google карты и так далее чем я люблю именно сервис poplet тем что в нем можно создавать карты знаний произволь конфигурации то есть связи не обязаны быть нисходящими представлять представлять собой древовидный граф когда из одной вершины исходят там допустим пять других веточек от веточек идут там листики и так далее здесь ничто не является ни веткой ни листиком каждая каждая точка она является самостоятельным элементом и может быть связана с любым другим элементом графа для чего такой подход интересен ну во первых для того чтобы указать взаимодействие между различными кусочками учебного контента то есть контент можно прямо помещать в отдельных случаях если вы хотите при помощи такой карты рассказать о каком-то конкретном событии или дать небольшой фрагмент вашего учебного курса то это может быть непосредственный фрагмент то есть это будет не описание вашей структуры а собственно сам контент и взаимодействие между его мелкими частями вы можете показать вот такими вот линиями это то что в тексте обычно описывается многими словами и не всегда воспринимается потому что когда вы даже вот такие относительно простые связи между элементами как я вам сейчас показываю так ой я прошу прощения я переключаюсь совсем в другом месте вот он вот она карта знаний по платком и вот он примерно какой результат у этой карты вот такой вот такой вот граф в узлах которых располагаются разные виды контента ну давайте я уж повторюсь да это какие-то тексты это какие-то картинки в данном случае портреты это видеофрагменты либо карты например гугл карты вот так сбился немножко так вот если все то что здесь показано в сети взаимосвязи просто словами рассказывать в своем курсе то это получится некоторый сбивчивый такой текст в котором есть много связей кусков между собой понять его не очень просто если же это показать графически то все все достаточно логично и все понятно что что с кем связано вот но есть и дополнительные применения у этого сервиса во первых при помощи этого сервиса вы можете показать связь между различными показать просто структуру своего курса как ваши темы друг друг с другом взаимодействуют кстати эта карта знаний может быть вложенной то есть одним из элементов вот здесь не показано ну допустим это вот элемент 5 будет да может быть другая карта и здесь просто при нажатии на этот элемент будет происходить переход такой вот другой карте поэтому тут можно описывать карты карт карты карт знаний вот и таким образом показать внутреннюю структуру вашего учебного курса ну и наконец третье применение которое достаточно удобно это применять этот сервис на этапе разработки вашего учебного контента или учебного курса когда вы просто пока не знаете из чего он будет состоять и собственно находитесь в процессе творчества накидываете идеи потом эти идеи объединяете какими-то связями и в конце концов у вас получается будущий законченный курс это гораздо удобнее чем делать это на открытом листе бумаги или там в варде когда вы просто сочиняете программу вашего курса вот вот такой простенький инструментик ну и следующий инструмент который я тоже очень люблю это инструмент для создания облака тегов или облака слов я применяю инструмент который называется wordart раньше этот инструмент назывался тагул может быть кто-то знает его по такому по такому имени его главная ценность это порождение графических элементов интерактивных графических элементов в данном случае вот каждое из этих слов может быть нести информацию ссылку свою то есть при нажатии на каждое из этих элементов происходит при помощи этого инструмента оформлен аэропорт платов ростов-на-дону на окнах портреты платовые кутузы замечательно вот каждое из слов несет свою дополнительную нагрузку оно является каким-то термином например вот либо просто его частотность соответствует размеру в облаке тегов соответственно для чего этот инструмент если вы заходите на какую-то страничку впервые вообще не знаете о чем этот сайт вообще еще не знаете заинтересоваться вам этим сайтом или нет то облако тегов дает возможность буквально за 5 секунд понять о чем идет речь самые главные передать самые главные смыслы вашего сайта или в данном случае вашего курса вот это очень ценно потому что вы сразу удерживаете тех людей которые могли бы заинтересоваться вот после того как они обращают внимание заинтересовать это уже следующая задача вы ее будете решать другими средствами а первый момент это тех людей которые действительно могут заинтересоваться вашим контентом удержать потому что масса людей просто заходит на страницы и менее чем за 5 секунд ее закрывают так вот облако тегов решает во-первых решает такую задачу удержать тех кто сразу схватится глазами за интересные термины и пойдет дальше смотреть что у вас есть может быть это интересно вторую задачу вторая задача это задача альтернативной навигации навигации вообще чем больше различных видов навигации в вашем учебном контенте тем лучше главное чтобы они не мешали только друг другу вот прямая навигация это когда вы строите оглавление она в общем в некотором смысле решает свою задачу но не всегда хороша потому что не все является вообще не все в жизни является древовидным графом графом который передает отношение старшинства и иерархии вот вот облако тегов это как раз альтернативная навигация если каждому слову привязана ссылка альтернативная навигация которая позволяет перейти то есть ориентироваться по смыслам то есть самые главные смыслы у вас самые крупные вот ну и помельче значит какие-то более мелкие смыслы и непосредственно сразу можно перейти на описание либо на словарик либо какое-то другое место где вот про это говорится самое главное самые главные слова про этот смысл вот ну и наконец третий повод использовать облако тегов это просто можно сделать красивое оформление как вот здесь например это оформление если не изменяет память конференции какой-то можно просто несколько искусственно увеличить какие-то слова и дать их в окружении тех слов которые являются смысловым контекстом вот получается достаточно стильно опять же достаточно много есть инструментов для работы с облаками слов я предпочитаю инструмент который называется word art он достаточно хорош у меня по нему есть несколько учебных роликов вот по той же ссылке в наш плейлист можете зайти и этими роликами воспользоваться и изучить этот инструмент он достаточно прост еще один инструмент он к сожалению не бесплатный но у него есть трейл версии это диалоги инструмент называется branch track и служит для производства визуальных диалогов что такое визуальный диалог это когда у вас некое действие развивается от картинки к картинке и служит визуальным оформлением диалога якобы состоявшегося между двумя людьми вот так описывается дерево этого диалога достаточно просто его разветвление диалоги применяются но они имеют ограниченное достаточно значение для онлайн обучение но зато в некоторых областях они очень важны как правило это либо корпоративные курсы либо курсы по психологии по риторике по каким-то вот таким предметам где действительно в диалоге можно рассказать многое выглядит это примерно так вы подбираете сначала лицо вот тут выбор можно провести кастинг выбрать какого-то человека вот мы выбрали вот эту даму переместили ее сюда а дальше настраиваем то что будет будет говорить она второй участник диалога это вы то есть тот человек который находится за кадром вы отвечаете на ее вопросы и в зависимости от того что что вы ответили вы продвигаетесь к концу этого кусочка интерактивного контента чем правильнее вы отвечаете на вопросы тем быстрее ваш ваш путь к успешному окончанию диалога если вы отвечаете неправильно то вы упираетесь условно говоря в какие-то тупики должны возвратиться и завершить диалог правильно вот примерно смысл этого инструмента вот так это выглядит уже после компиляции прошу прощения в чем-то диалоги напоминают работу с видео с интерактивным видео а именно в тем вы знаете я не помню есть ли у них русская версия вообще-то это русскоязычные коллеги наши из Риги делали наверное есть и русскоязычная версия ну просто рынок англоязычный рынок он гораздо шире поэтому они это все прежде всего на английском конечно делают ровно аналогичная вещь есть вайспринг аналогичный инструмент причем настолько настолько аналогичное что возникает вопрос о том ну скорее всего просто взяли и по аналогии сделали такой же инструмент вот там точно будет на русском языке кстати брейнш трек входит один из одна из немногих разработок наших коллег русскоязычных которые входят в топ 200 главных инструментов обучения есть такой сайт который каждый год публикует свою версию ранжированного списка всех инструментов для онлайн обучения вот там брейнш трек он правда не в первой сотне но во второй сотне он по крайней мере он присутствует то есть инструмент это достаточно полезный инфографика об инфографике много можно говорить конечно само представление цифр и понятий в мире визуальности он это универсальный путь который сейчас приобретает ну огромное просто значение не буду еще раз говорить ссылка на топ сейчас я вам эту ссылку дам это действительно интересная ссылка к счастью я совсем недавно смотрел этот список недавно вышел топ топ 200 сейчас сейчас вот он вот это ссылка ссылка конечно англоязычная так что придется с этим как-то мириться ну очень интересно я вчера часа два потратил рассматривая ее ну разумеется там отсутствуют некоторые русскоязычные инструменты просто авторы этого списка наверное не в курсе то что они тоже есть хорошие такие вот ну тем не мере в основном это очень интересный список итак инфографика очень важный способ донесения информации в том числе учебной информации поскольку просто извините революция медиа у нас и людям нужно все больше все больше потреблять в графическом виде не буду сейчас это обсуждать хорошо это или плохо но это так вот поэтому все средства для создания инфографики они хороши и их надо использовать к сожалению инфографика не так хорошо подвергается формализации как другие ну собственно вы знаете то что мы в самом начале изучали истории мэп и особенно timeline.js их можно тоже в какой-то степени причислить к понятию инфографика но это в таком широком смысле если же говорить о узком смысле когда это вот такая вот картиночка возможно интерактивная возможно нет ну где как-то вот какие-то либо понятия либо чаще числа представлены в виде набора элементов понятных да вот вот если говорить о такой инфографике то есть несколько инструментов но они все-таки не настолько хороши как те которые я вам представил по той причине что нет единой формализации для для понятия инфографика вот если timeline это вполне понятная метафора которая уже едина да то если говорить о инфографике вообще то единой метафоры нет наоборот метафору надо придумать сначала и потом на основе этой метафоры что-то нарисовать вот поэтому как правило инструменты для инфографики сводятся к какому-то набору шаблонов и внутри этого шаблона если ваша мысль по превращению ваших цифр в изображение этому шаблону соответствует вы можете его использовать и дальше уже быстро сделать визуальный материал вот один из таких сервисов это инфограмм у меня правда с ним не очень сложились отношения каждый раз когда я в него захожу те мысли по инфографике которые мне хотелось бы донести они не получается как-то вот в инфограмме есть бесплатные шаблоны есть платные шаблоны количество и тех и других со временем возрастает ну я надеюсь что инструмент этот все-таки дорастет до нормального сервиса инструмент который я люблю но в котором можно делать только самую простую инфографику в виде всякого рода диаграмм называется Data Wrapper DE то есть в немецком домене располагается этот этот инструмент тем не менее там есть ну конечно русской версии нет есть английская версия достаточно функциональная употреблять его достаточно просто сначала строите что-то у себя в табличке в экселевской табличке потом переносите материал этой табличке копипейстом в этот сервис и дальше у вас ну вот здесь самый простейший случай какая-то столбчатая диаграмма у меня вот ну в качестве примера могу провести там свой древний сайт одну минуточку давайте если вы я прошу прощения этот сайт достаточно давний поэтому его интерфейс оставляет желать лучшего но в самом низу этого сайта в уже в подвале вы там увидите такую диаграмму которая называется сейчас скажу как она называется рождаемость и смертность в россии по месяцам это исторические данные по данным русского биографического словаря вот вот так что дата рэпер это достаточно интересный вариант в том случае если ваша инфографика сводится к диаграммам ну и еще один вариант тоже использовать диаграммы это чарльз билдер так называемый я им попользовался и он мне в целом понравился хотя его такие продвинутые средства они там задвинуты я честно говоря по нему пока не сделал роликов учебных поэтому вот если хотите сами разобраться можете попробовать там в принципе неплохо и он в чем-то он в положительную сторону отличается от дата рэпера о котором я говорил только что вот ну опять же он работает только с разными видами диаграмм разве что немножко более широкий круг этих диаграмм может может воспроизводить там есть некоторые такие пузырьковые диаграммы достаточно интересные и движущиеся вот то чего не может предыдущий предыдущий инструмент сделать ну и так мы уже близимся к завершению еще один сервис который я люблю иногда использую правда больше для всяких демонстраций конечно этот сервис тоже можно использовать в обучении но конечно не в качестве теста который будет измерять не в качестве измерительного теста а в качестве такого поощрительного теста или мотивирующего теста скажем так вот это такие красивые опросы или тесты которые позволяют мотивировать на изучение материала и в некотором смысле могут использоваться в качестве альтернативы контрольных вопросов очень много видов этих тестов здесь вот не хотел слова теста употреблять да это скорее все-таки квизы да то есть опросы такие нечто упрощенное вот они красивые подразумевают использование различных иллюстраций и очень много видов то есть по-разному это все выглядит ну вот один из таких видов вот я в свое время сделал вот такой вот материальчик сейчас я вам дам если кто-то интересуется вопросом может погадать знает он или нет этот квиз посвящен истории плаката который нам известен под названием ты записался добровольцем всем известный плакат на самом деле у этого плаката богатая история не мы первые использовали эту идею использовать указательный палец и глаза которые как будто следят за тобой в качестве плаката в большом количестве стран появлялся подобный плакат вот и если вы сможете точно указать страны сопоставить страны и плакаты то вы пройдете этот тест хорошо в зависимости от того сколько вы набрали баллов вам выдается одно из четырех если не изменяет память текстов в конце этого теста вот ну вот все очень просто и увлекательно в общем и достаточно просто это все делается вот поэтому этот сервис который напоминаю называется PlayBus вот он здесь обозначен вполне можно использовать он бесплатный и легко потом фреймом вставить полученный интерактивный результат в свой учебный контент ну что мы приблизились к окончанию в этот раз я уложился ровно в час ура ура вот и как всегда в конце я хотел бы вас пригласить на свой курс который состоится 30 октября пройдет в течение месяца совместно с компанией ракурс мы этот курс запускаем называется он учебное видео от идеи до воплощения у нас будет 12 тем 10 вебинаров более 200 различных примеров мы рассмотрим кому интересно вот пожалуйста приходите ссылку я сейчас приведу а пока можете думать над своими вопросами вот ссылка на на этот курс коллеги есть ли у вас какие-то вопросы по тем инструментам которые я сегодня вам здесь продемонстрировал пока вы будете думать я так вам тоже спасибо пока вы будете думать я сейчас постараюсь быстренько сформировать прямо в реальном масштабе времени ваши ваши сертификаты так формирую таблицу сохраняю сохраняю ее в виде файла это займет буквально еще минуту так идем в инструмент который формирует сертификаты сейчас мы до него доберемся загружаем табличку я прошу прощения что вынужден занимать свое время когда у нас вебинар не мой то я это делаю как правило в фоне вы это не замечаете сейчас приходится отнимать ваше время так все выданы сертификаты и вот он вот она ссылка по которой вы можете это сделать так я вижу что появились какие-то вопросы сейчас я их прочту насколько широко можно использовать данные инструменты в юридических дисциплинах или надо подстраивать ну почему же сразу приходит в голову Ольга Александровна сразу приходит в голову самый первый инструмент таймлайн ну во-первых юридическая наука развивается законы преобразовываются я уж не говорю об историческом аспекте вообще всей юридической науки когда вы говорите о римском праве например да то можно было бы дать историческую информацию по поводу того как когда появлялись концепции каждая из концепций римского права но это первое что приходит в голову если говорить о современных законах ну например как менялось когда меняли когда появлялись поправки в конституцию той или иной страны ну и много много других примеров можно придумать это в общем конечно не сейчас в течение 15 секунд я могу придумать но скорее всего как раз для вашей науки это очень очень легко придумать так спасибо нет на русский язык ничего переводить не надо скорее всего у всех этих инструментов это я опять отвечаю Ольге Александровне уже на следующий на следующий вопрос они все нормально работают с русскими текстами единственное что не у всех русский интерфейс вот вот это надо для себя просто ну если вы нормально работаете с английским интерфейсом то и все нормально вот собственно сам контент который они делают на русском языке да вполне можно делать и вы видели в тех примерах которые я приводил что все на русском языке работает прекрасно так вот Галина Демьян мне желает выздоравливать на самом деле я просто немножко кашляю но спасибо за пожелание коллеги ну что ж я вижу что вопросов больше нет мой этот материал конечно носил обзорный характер собственно я и и ставил такую задачу вас познакомить с наиболее широким составом инструментов вот конечно изучение каждого из этих инструментов тянет на отдельный вебинар хотя на самом деле можно все любое из этих инструментов можно освоить и самостоятельно не такие уж они сложные вот ну и еще один путь это поискать учебные ролики в том плейлисте которые я вам в чате воспроизвел ну все кажется не приходит ссылка как же так Александр Александрович вообще а когда это было не приходит ссылка дело в том что в течение нескольких часов Мирополис так хорошо висел сегодня ночью и сегодня не утром вот многие не приходит ссылка а раньше приходила потому что как правило ну что я могу что я могу по этому поводу сказать обычно когда обращаешься в в Мирополис в их службу поддержки они говорят что если не приходит ссылка то это значит что вы либо когда-то отписывались от Мирополиса либо там в спам его помечали возможно это не тот случай если если вот сейчас не пришла ссылка и она не придет в течение там получаса обратитесь ну давайте я вам сейчас дам телефон это опять же займет там примерно полминуты поиск его телефон это надо лично уже выяснять в Мирополис так вот их тепподдержка просто туда звоните это надо обязательно делать голосом они обычно помогают в таких случаях вот укажите название вебинара укажите при необходимости ссылку по которой перешли и они вам как правило помогут да хорошо что Александр Александрович напомнил наш второй вебинар состоится через 2 часа тоже должен быть достаточно интересный вебинар всего вам доброго а у вас есть время попить чаю или сходить пообедать пока мы будем готовить второй вебинар всего доброго до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...